Ну что, мы продолжим чтение предисловия Рамбома к Пейрекхелек, то есть 10 главе трактации «Нейдрин». Мы в прошлый раз прочитали примерно половину, и после долгих предисловий Рамбом нам объяснил, что, собственно говоря, является целью человека, и высшим его совершенством. И, собственно говоря, отсюда становится понятно, что такое грядущий мир. Мишна говорит, что у всех евреев есть доля в грядущем мире, и поэтому необходимо объяснить, что такое грядущий мир. Он сделал энное количество предисловий таких, как бы, да, вступлений, и как раз в четвертом параграфе объяснил, что такое грядущий мир. Ну и давайте мы прочитаем эту концовку четвертого параграфа. Он говорит о том, что трудно представить нам, находящимся в телесном мире, трудно представить, что же, собственно говоря, из себя представляет этот грядущий мир, где тела отсутствуют. Это очень важное положение, что грядущий мир вообще никак не связан с миром телесным. И наши души там будут постигать Творца, как постигают Его небесные тела, а то и в большей мере. И это наслаждение неделимо, неописуемо, и не найдешь ты Ему подходящей метафоры. Но, как сказал пророк, пораженный Его величием, как велико благо Твое, которое хранишь Ты, для боящихся Тебя, которые делаешь уповающим на Тебя. И сказали мудрецы им тоже, с помощью метафоры, в предыдущем мире нет ни еды, ни питья, ни омовения, ни умощения, ни совокупления. Лишь праведники сидят, короны на головах их, и наслаждаются они сияньем шхины. И, естественно, нужно объяснить эту метафору. Он говорит, что короны на головах – это бытие души, которая суть бытия постигаемого ею, потому что суть бытия души, разумной души – это постижение. И поэтому бытие души сводится, собственно говоря, к тому, что оно постигает. Ведь она и он едины. Но душа в каком смысле имеет тождество с создателем, если создатель – это разум, приходится говорить именно так, и тогда он и она едины. Об этом говорили величайшие философы, но слишком пространно будет излагать здесь их взгляды. А философы, как мы знаем, говорили о единении с активным интеллектом, и, по-видимому, именно это подразумевает здесь рамбон. А слова «наслаждаются они сиянием» и говорят о том, что душа будет наслаждаться тем, что постигла в отношении Творца, как наслаждаются священные животные, хайота кодыш. Это тоже как бы отдельный вопрос, как их понимать в контексте философии рамбома. Примерно так же, как и ангелы. То есть ангелы и священные животные – это часть мира небесного и, по-видимому, имеют отношение к отделенным от материи интеллектам. И другие уровни ангелов, я вам подчеркиваю, что священные животные – это определенный уровень ангелов, что постигли его бытие. Ну, а благо конечного назначения и конечное назначение заключается в достижении вот этой самой высшей ступени и этого состояния, которое есть бессмертие души. И вот, собственно говоря, это и есть грядущий мир. То есть грядущий мир – это бессмертие души, которое постигает Творца. Ну, в каком-то смысле постигает то, что можно постичь, в принципе. То есть весь мир, в том числе и Творца. И Бог – причина вечности души, которая его постигает, что было объяснено с точки зрения философии выше. Это постижение и есть великое благо, несравнимое ни с каким иным. И нет наслаждения, которое было подобно ему этому постижению. Я в прошлый раз уже говорил, что вот эта терминология, терминология наслаждений и в демоническое, как говорят в научной литературе, наклонение – это как раз то, что свойственно Никомаховой этике Аристотеля. И многие в дальнейшем еврейские мыслители, даже частично соглашающиеся с ним, с Аристотелем во многом, говорили о том, что Аристотель говорит в терминах наслаждения, а не в терминах долга, например. Ну вот и Рамбан здесь тоже говорит в терминах наслаждения, что нет наслаждения превыше вот этого самого постижения. Ну, а совершенное бедствие, в отличие от этого блага, это, собственно говоря, отсечение души, ее исчезновение, невозможность остаться, существовать. И это карет, который упомянут в истории. И это отсечение происходит, по-видимому, в том случае, если душа не достигает определенного уровня интеллектуального. Хотя наказание карет – это то, что связано с какими-то поступками. Например, человек не соблюдает в субботу карет. Но Рамбан понятно, из того, что он здесь сейчас говорит. Карет – это не что иное, как тот факт, что душа не достигает вот этого самого уровня. Конечно, наверное, можно было бы спекулировать и говорить о том, что тот, кто не соблюдает в субботу, он и не достигнет по тем или иным причинам. Но сейчас мы не пустимся в эти рассуждения, потому что, получается, мы уже об этом говорили, что система заповедей является своего рода инструментом, который ведет к этому самому постиглению, а не чем-то значимым само по себе. Субтитры создавал DimaTorzok